Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередной выпуск нашей субботней школы, где мы будем задавать пять вопросов на определенную тему. Итак, название сегодняшнего субботнего урока называется «Освобожденный для покоя». Памятный текст звучит так. Господь, свет мой и спасение мое, Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, Кого мне страшиться? Я думаю, это очень хороший текст, который ободряет много людей. И пять вопросов, которые я задам своему другу Милану. Здравствуй, Милан, как твои дела? Все хорошо, уроку готов, настроение замечательное. Отлично. И первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, это можем ли мы отдыхать, когда мы больны? Очень интересный вопрос. Мы, ну, чисто по-человечески, мы не можем найти покой во время болезни. Это, ну, это, в это сложно поверить. Ну да. Но другой момент, когда мы находим покой, ну, зная правильный источник. И, естественно, мы понимаем, что нашим источником это является Иисус. И в истории, которая записана в Евангелии, вообще мне очень понравилось в фубботной школе сравнение двух историй, одна с Ветхого, другая с Нового Завета. Но в обоих случаях Бог находит людей там, где они находятся, и Он даёт им поддержку, исцеление и полное освобождение от всех недугов. Поэтому покой, находясь в покое во время проблем, в смысле болезней, а мы говорим не только о физических, но и умственных, ну, эмоциональных, душевных проблем, то Бог находит нас там, где мы находимся. И очень важно, чтобы мы могли знать ориентир и направляться к нему. Хорошо, отлично. Тогда второй вопрос, который хотел бы тебе задать, это как получить исцеление, как получил человек, который был парализован, получил исцеление от Иисуса? Да, на самом деле, из истории мы читаем, что этот человек, его друзья, давайте скажем так, просто ворвались во время важной встречи Иисуса, у Него были важные дела. И мало того, что они ворвались, прервали Его важное дело, они ещё сверху начали разбирать крышу. Я думаю, что это было очень пыльно, грязно и очень дискомфортно для людей, которые присутствовали. Но мне интересно здесь три момента. Первое. Иисус, несмотря на свою занятость, Он видит и Он останавливается для того, чтобы исцелить. То есть, первое, у Бога всегда есть время, и Он всегда готов остановиться ради нас, чтобы исцелить нас. Второе. Мне понравилось, что здесь Его друзья были очень настойчивы. Вообще, в Евангелии 30, около 30 исцелений Иисуса записано. И два исцеления из трёх – это всегда было с помощью кого-то. То есть, кто-то был участником. Друзья, папа, мама, близкие, родственники, соседи – это были всегда кто-то. То есть, из трёх чудес два было с помощью кого-то, кто-то способствовал. Это говорит о том, что сегодня нам важно быть внимательными и поддерживать друг друга, и быть теми, может быть, мостами, которые помогут человеку обратить внимание на Бога. И нам важно участвовать в жизни людей. И эти истории показывают, что друзья настойчивыми были. В этом, наверное, очень сильный урок. Третье. Я бы хотел сказать, что Иисус не исцеляет физические недуги. Неправильно говорить. Он исцеляет то, в чём мы в первостепенно нуждаемся. В нашем случае парализованный. Да, он был больным, но он стал больным в результате своих грехов и в результате своего внутреннего состояния. Естественно, Иисус смотрит в корень, и Он исцеляет человека сначала, прощая его грехи. Он не говорит, я тебя… ну, ты исцелён. Потому что Он, скорее всего, вернулся бы обратно к своим грехам. Поэтому Иисус понимал, что его первостепенный источник – это его внутреннее состояние, это его грех. И Он говорит, я тебя прощаю. Это было стопроцентное исцеление. Хорошо. Тогда третий вопрос, который я тебе задам, это какая связь между депрессией и духовной жизнью? Так, как бы мне тебе ответить на этот вопрос? Вообще, вообще, нужно сказать, что сегодня мы уже об этом как-то говорили в одном из уроков. Всемирная организация здравоохранения, раньше у них была формулировка слова «здоровье», что это хорошее, скажем, целостное физическое состояние человека. Но последние 10-15 лет назад они формулировку поменяли, и сейчас у них звучит так, что здоровье человека – это эмоциональное, физическое и душевное состояние человека. Это означает, что сегодня современная медицина в результате многих исследований пришли к тому, что большинство заболеваний, очень много заболеваний, точнее, это результат душевного состояния человека. Поэтому духовные жизни мы тоже сталкиваемся с этим. Мы никуда не убежали, мы живем в эпицентре греха, соответственно, мы подвержены этому. И как бы нам важно понимать, что будет… Ну, нам важно не просто сейчас дискутировать о депрессии, нам важно понимать выход из нее. А выход – это не фильмы, это не сериалы, это не еда заедать, это не клубы, это не друзья, это не развлечения. Это поиски Бога. В этом только выход. Понятно. Тогда давай четвертый вопрос, опять же, касательно депрессии. Как Илья преодолел депрессию и как его пример может нам помочь? Очень хорошая история, мне кажется, потому что, когда мы читаем, мы понимаем, что Илья – это был, ну, просто топовый человек, да, еврейский герой, он был, он столько сделал чудес, он, по его слову, там, засуха была, и он, то есть, его жизнь была настолько насыщенная, настолько он был сильным, и казалось бы, все, это тот самый супергерой, которого ничего не сломает. Но потом мы читаем, и мы видим, что, а нет, мы все люди, и мы все иногда проходим через этот путь депрессии, через путь разочарования, через, ну, когда ноша становится очень тяжелой, и это совершенно естественно нам, как бы, бояться и укрываться, убегать. Но важно нам понимать, что Бог в этот момент, он не читает нам проповеди, он не делает воспитательную работу, он просто, в истории, как написано, он просто кормит, поет и просто поддерживает. В этом для нас сегодня урок. Спасибо тебе за тот твой ответ. И пятый вопрос, который я тебе задам, это как двигаться дальше после депрессии? Так же, вот, хотел бы, чтобы ты проймел, например, силей. Ну, мне нравится, что вот в истории ясно понятно, ну, ясно описывается то, какой был у него выход. Илья скоро отправится на небо, но перед этим он пережил вот эту депрессию, да. В эти моменты нам важно понимать, что иногда, а скорее всего чаще, нам нужно быть просто рядом с человеком и просто отвечать тем нужным, в которых он нуждается. Быть рядом, быть ему поддержкой и не оставлять таких людей. Что для себя мы можем делать, это, естественно, Бог в этот момент, Илья тоже говорит, молись. То есть он говорит, что твой источник – это я, это Бог. И он единственный, кто может исцелить нас. Но другой момент, что часто мы, как бы, как на уровне идеи понимаем это, но в практике нам тяжело. И в этот момент нам нужен кто-то, кто может нам помочь, поддержать. И очень важно нам обращаться к людям, не оставаться наедине с самим собой. Находить наставников, попечителей, друзей духовных, чтобы они могли помочь, рассказать им все. Это очень помогает. Хорошо. Спасибо тебе за твой разбор этих вопросов. Я думаю, всем было очень интересно. На этом наше видео подходит к концу, дорогие друзья. Мы просим вас, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы очень хотим понять, что вам это интересно. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи.